Марка Kia решила превратиться в поставщика решений и сервисов мобильности будущего. Масштабная трансформация подразумевает не только обновление логотипа и корректировку названия компании, в котором отныне нет слова «моторс», но и смену курса. Главная идея – упростить любые взаимодействия с клиентами на всех уровнях, чему поможет всеобщая цифровизация. Мы остаемся брендом, нацеленным на массового потребителя. Мы остаемся брендом, нацеленным на обеспечение максимального доступно-высоких технологий в массовом сегменте. Это означает, что только мы меняем свою психологию, свою идеологию, если угодно, взаимодействия с покупателями. Все сайты и дилерские центры обновятся. Скоро клиенты смогут через интернет оформлять страховки и бронировать автомобили с внесением предоплаты. Подписка Kia Mobility переименована в Kia Flex. И со следующего года будет представлена во всех городах-миллионниках. К слову, за 10 месяцев подпиской воспользовались более 5000 человек. Массовой станет и встроенная телематика, которая позволит управлять многими функциями машин дистанционно, с помощью смартфона. Первой подключенной моделью станет обновленный седан Kia Cerato, который поступит в продажу в сентябре. В дальнейшем телематические комплексы начнут ставить и на другие автомобили, проходящие через рестайлинг или смену поколения. В ближайшие несколько лет в средних и базовых комплектациях автомобилей Kia появятся системы полуавтономного управления DriveWise, проекционный дисплей, цифровая приборная панель, широкоформатный тачскрин мультимедиа комплекса. Еще одно перспективное направление – это электромобили. Мы видим, что тренд на электрификацию автомобильного транспорта – это глобальный тренд, он набрал очень большой ход. И явно это то, как будет развиваться автомобильный рынок мировой. Россия есть часть этого рынка, соответственно, этот тренд придет и сюда. Мы хотим сейчас понять, каким образом мы можем встроиться в эти тренды и можем предоставить потребителю массовый электрический автомобиль. На презентации корейцы показали хэтчбэк Kia EV6, причем сразу в топовом исполнении GT, с двумя электромоторами и полным приводом. Напомним, что EV6 – это первая модель марки, построенная на свежей модульной платформе EGMP, специально разработанной для электрокаров. Приедет ли он в Россию? Возможно, но не в ближайшем будущем. Окончательное решение о запуске электричек на отечественном рынке в Kia еще не приняли. Субтитры создавал DimaTorzok